Снимаю вот эту рамку. Нажимаю фиксатор. Также нажимаю фиксатор с этой стороны. Просто сжимаем его. Здесь дополнительно выведем провод для подзарядки автомобиля, когда долго не эксплуатируется. Рамку снял. Откручиваю усилитель, но чтобы открутить усилитель, мне нужно снять бачок стеклоомывателя, так как нижние болты усилительно находятся за бачком. Откручиваю бачок. Здесь у нас торк с Т30 с одной стороны и вот у нас торк 30 с другой стороны. Что-нибудь у нас еще есть. Больше не вижу. Сейчас попробуем. Снимаю. Наливную горловину. А я ее сверху откручу. Вытащу целиком. Не буду дрогать. Болт на 10 откручиваю. Болт на 10 храм. На 10 храм. Наливную горловину. Болт на 10 храм. Чем. нет что-то у нас еще держит а вот спереди еще укрепление подлажу через верх тоже винт торг степ 30 вот и все снимаю разъемы здесь фиксатор поднимаю вверх хотя с другой стороны а зачем его буду снимать я не буду его снимать фиксируя фиксатор обратно бачок легкий он будет на горловине его просто сторону отведу и на горловине он у меня будет висеть до болтов до гаек я уже добираю смело откручиваю 4 гайки с одной стороны 4 гайки с другой стороны гайки здесь быстрее всего на 18 нет на удивление но гайки на 17 не затянута не затянута вы же не затянута краска не тронута гайки не крутились краска не тронута гайки не крутились вообще не затянут даже никакого усилия нет открутили ну может так и надо откручиваю все гайки я открутил гайки идут с пресс-шайбой следы на усилители будут у меня как метки я потом поставлю уже именно по меткам потому что сам усилитель он имеет квадратное гнездо и он может двигаться вверх-вниз снимаю усилитель гайки с обеих сторон открутил вот он наш интеркуллер откручиваем по бокам хомуты с одной стороны и с другой стороны и уже отщелкиваем защелок снимаем интеркуллер и приступаем к его мойке а также пока интеркуллер снят я откручу и сниму патрубок с интеркулера который идет на дроссельную заслонку и вот тоже посмотрю в каком он состоянии промою и установлю на место откручиваем хомуты плачет надо снимать вот эту планку на которой у нас стоят и опираются радиаторы здесь снизу по три болта вот три болта вот три болта открутим ее но нам надо подвязать радиаторы сейчас посмотрю подвяжу их чтобы они не упали не провисли вот открутил две гаечки на 10 и эту планочку поднял убрал наверх это планка вот направо штифтами у нас держит сверху радиаторы чтобы они не болтались в данный момент радиаторы просто опираются на нижнюю часть если взять можно пошевелить сейчас подвяжу через эти отверстия и за телевизор зацеплю подвязал радиатор и откручиваю планку с одной стороны уже открутил головка на 13 и можно снять она на двух центральных подушках а теперь откручиваем снизу интеркулер сейчас машина маленько приподниму откручиваю с двух сторон болтики на 8 крепления кулера к радиатору основному здесь у нас получается мы снизу выводим с радиатора и опускаем его вниз вот эти защелки снимаем по трубок автомобиль масло подкидывает но я могу показать вот я его снял наклонил а с интеркулера ни капли масла нету да пленка маслянистая присутствует но масла нету это хороший наглядный пример тому что маслоуловитель работает на отлично и дальше масло не кидает а то бывает снимешь интеркулер и из него еще сливаешь масло бывают такие случаи когда из-за наличия масла машина гидроудар ловит ну сняли помоем промоем заодно его снаружи промоем также сейчас снимаю кондиционера радиатор в сторону но я его полностью снимать не буду фреон спускать не буду поэтому вот это крепление сейчас откручу и радиатор немножко отведу в сторону и подвяжу его он у меня будет на автомобиле оставаться вот тут сверху вот изнутри болт м шестинга ловко на 10 одеваю трещоточный ключ и выкручиваю этот болт все болт открутил ну а теперь у нас отжимаем фиксаторы и приподнимаем радиатор радиатор кондиционера свободен а вот так вот выглядит основной радиатор за радиатором кондиционера в принципе это еще не сильно забито но тем не менее он грязный он какой мог и снизу отвалился но меня смущает другое на планке следы антифриза и низ радиатора он тоже имеет белый налет снаружи меньше и внутри его больше такое впечатление что радиатор где-то подтекает чуть-чуть вот тоже видно окислые антифриза как бы нам сейчас не пришлось еще меня сейчас сниму внимательно смотрю вот про что я говорю вот это следы антифриза снимаю радиатор и осматриваю его промываю все равно керхером ну все снимаю основной радиатор тем более я хочу его посмотреть откручиваю теплообменник сверху болт головка на 8 снимаю с радиатора вот этот хомут все он зафиксировал его и снимаю теперь теплообменник спокойненько поднимается вниз и остается также снизу снимаем патрубок поддеваем вот этот фиксатор выводим его я его снимаю полностью потом установлю остатки еще антифриза и снимаю с этой стороны также все снял получается с радиатора я все отключил все отключил вот здесь вот с радиатора снимаю проводку которая у нас на интеркулер идет вот отцепил теперь вверху вот он фиксатор защелка которая у нас держит диффузор отщелкиваем эту защелку в сторону и приподнимаем диффузор вот диффузор я приподнял теперь ослабляю радиатор и убираю его в сторону и поднимаем что все они динамит их КОНЕЦ Нет, все, остался только диффузор висеть. Так, что она там с патрубкой еще побежала? Остатки. Диффузор я подвяжу, снимать я его не буду. Хотя с другой стороны можно просто отвертку воткнуть. Вот отвертку воткнул, диффузор стоит, никуда не денется. Вот он радиатор, и радиатор действительно подтекал, и подтекал он почему-то в разных местах. Вот здесь он подтекал, вот оно, соль. Вот это место вот он расходился, и где-то расходился он с этого вот места. Здесь больше всего вот грязно, а также он снизу. Вот если посмотреть, вот все вот это место вот здесь, и вот здесь это соль, которая появилась от испарения антифриза. Также у них бывает болезнь, вот точка натертая, и вот точка натертая, это где упирается диффузор, там резиновые втулки. И в этих местах он бывает протирает на львках, но здесь он не протер эти места, он побежал почему-то по-живому. Вот она пробка, вот я говорил, ее поворачиваешь и снимаешь. Сейчас антифриз солью, еще маленький антифриз осталось в радиаторе. Так вот я про пробку говорил, вот я ее повернул вот так вот, потом подтянул и потом еще провернул. Вот сама пробка, вот так вот она, она по идее должна была, после того как я ее повернул, сама отойти. Но она не отходила, мне тянуть ее пришлось. Вот так вот, вертикально стоит, поворачиваем горизонтально. Если ее дальше вертикально повернуть, она может уже просто выскочить. Ну ладно, это так, текущие моменты. Сейчас решаем вопрос с радиатором, заказываем или не заказываем. Да, все, хозяин принял решение, меняем радиатор. Заказываем новый и устанавливаем. Продолжение следует...